Переговоры между Россией и Украиной состоятся 3 марта. С соответствующим заявлением на пресс-конференции для местных и зарубежных СМИ выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что военная операция в Украине будет продолжена и во время переговоров. Глава МИД России также прокомментировал распространенную в последнее время информацию о возможной ядерной войне. Сергей Лавров отметил, что это были мнения, высказанные НАТО и Украиной. Россия не проводит свою политику по принципу эскалации ради деэскалации. Но речь идет о ядерной войне. Прошу обратить внимание на эти мнения и персонажи, высказавшие их, добавил министр. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к народу. Ракетные удары России по украинским городам – это признание имя того, что они не могут сделать ничего существенно на нашей земле. Все наши линии обороны сохранены. У противника ни на одном стратегическом направлении нет успеха. Они были подавлены, сказал Зеленский. Он подчеркнул, что от России будут потребованы репарации за разрушение городов. Владимир Зеленский также довел до внимания, что недавно созданному для защиты Украины международному легиону присоединились уже 16 тысяч иностранных граждан. Между тем, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украина распространила информацию о гибели 34 гражданских лес и ранении 285 человек с начала войны в эпицентре боевых действий в городе Харьков. Генеральный штаб Украины обнародовал новые данные о потерях с российской стороны. В сообщении говорится, что потери российской стороны достигли 9 тысяч человек. Кроме того, было уничтожено более 900 броневых машин, 30 самолётов, 31 вертолёт, 217 танков, 90 артиллерийских установок, 42 ракетные системы залпового огня и 11 беспилотных летательных аппаратов. Продолжение следует... Продолжение следует...